всем привет вы на канале земля татьяна и сегодня будет распаковка не с алиэкспресс а сайта озон для того чтобы дополнить мою комнату я заказала себе компьютерное кресло но не простого дизайна поэтому вы все увидите дальше кресло называлось у нас шарм флок олива 23 от компании печчер если правильно назвала стоило это кресло у нас 14 тысяч 700 рублей да не дешевая но она того я думаю все таки стоит и таких дизайнов не видела и под расцветку своей комнаты я его специально подбирал ну что ж не будем затягивать начнем распаковочку давайте все это достать так значит смотрите у нас есть слабость по глоколу ки все это упаковано вот такой вот подлокотничек здесь у нас даже молния с вами есть и отверстие чтобы все это прикрутить давать следующий дизайку и Продолжение следует... Дальше у нас идет сама спинка, я так понимаю. Да, вот так вот она идет. Тоже материал классный, приятный такой. Все детальки у нас на месте. О, тут он запах пошел такой. Так, давайте следующую деталь. Следующая деталь, второй подлокотник. Тоже замочек. Кто не знает, вот такой вот материал внутри, твердый. Сидушка. А вот это у нас сама спинка. Я немножко ошиблась. Пинка с подголовником. Чтобы вы понимали, сзади вот такие вот крепления. Я не знаю, скорее всего она не нагибается вперед, но она в стандартном состоянии стоит. Внутри у нас есть инструкция, как собрать этот стуль. Я фотку сделаю, вам поставлю, чтобы вам было понятно. Если вдруг у кого-то возникли проблемы, можно почитать. Ну и основные детали. Вот такая вот нога, основа. Еще одна деталька, она пластиковая, она очень легкая. Вот такой вот механизм, который крепится на сидушку. Так, и в комплекте у нас штырь и ножки на колесиках. Ноги у нас упакованы отдельно в пакетик. И вот такой вот механизм, основание для нашего стула. Иступим к сборке нашего креста. Для сборки нам потребуется инструкция и отвертка. Ну и, конечно, пёсель, который будет помогать. Первым делом нам предлагают по инструкции прикрутить подлокотники к сиденью. Как мы определяем, какой из них какой, значит, у нас вот эта сторона будет наружу. Плюс у нас с этой стороны два отверстия для спинки. Обязательно нам говорят, что надо открыть, чтобы у нас все винты были спрятаны и снаружи ничего, точнее, здесь вот снаружи у нас ничего не было. Ну что ж, приступите внимание, что вот эти кругляшки, вот эти заглушки, они должны находиться на подлокотнике, а не под вот этим шурупчиком. В случае, друзья мои, в жопу инструкцию. Я потратила два часа. За эти два часа я успела, наверное, раз шесть умыть лицо, сама сполоснуться, продать свой старый стул. Но по инструкции, как там было написано сначала одно, потом второе, у меня нифига не получилось. Я сделала наоборот, я открутила наоборот все вот эти вот подлокотники. Я сначала подлокотники прикрутила к спинке, а потом уже прикручивала сидушку к подлокотникам. Ребята, блин, это просто кардионагрузка. Вот в такую жару заниматься вот этой сборкой. Говорили просто, говорили, ну, пять минут, и все готово. Нифига подобного. Сейчас я буду прикручивать вот эту вот основу к сидушке. Надеюсь, это у меня побыстрее получится. Здесь оказалось намного проще. Пластиковые втулки, которые сверху, обратите внимание, когда будете закручивать, они находятся сначала у сидения, а не перед. Рычаг подъема механизма должен находиться справа. Не перепутайте. Извиняюсь, чтобы был шум, потому что без вентилятора работать вообще нереально. Значит, что нам осталось? Нам осталось вот эту фигню поставить в треногу. Нет, не тренога, это раз, два, три, пятинога. И самое, наверное, простое осталось. И закрепить вот это вот пластмассовый держатель. Посмотрим, что получится. В общем, ребята, наконец-то я собрала креслица, чтобы вам понятно было. Айфунчик, привет, зайчунчик. Привет, малыш. Тебе нравится кресло? Вот, значит, смотрите. Цвет олива очень такой насыщенный, красивый, зелененький. Так вот, поднимается. Ручка у нас с этой стороны подъемный механизм. Все работает. И я тоже довольна этим креслицем. Давайте подведем итоги нашей сборки, нашего кресла. Да, Альфуша? Альфуша, маме лапку даст? Спасибо большое. Так вот, значит, что по доставке? Доставка очень быстрая, мне понравилась. Там, по-моему, чуть меньше, может быть, недели, может быть, чуть больше недели. Но это не суть. В общем, доставка быстрая, доставка бесплатная до двери курьером. С 10 до 18 мне доставили где-то часов, наверное, полдвенадцатого, в 12, где-то так примерно. Так что, в принципе, можно заказывать. Единственное, надо смотреть поставщика хорошего, фирмы хорошие. Потому что много мебели я смотрела, приходилось с дефектами. И потом уже жаловаться некуда. С данным креслом мне повезло. Что касается сборки, мебель приходит в разобранном состоянии. Если вы не рукожоп, то вы сможете собрать. Но одному, если женщине, девушке, то это будет немножко проблематично. Но, как видите, я смогла, я собрала. Да, Фушенька? Мама, у тебя молодец. Да, скажи, мама, молодец. Так что, ребята, если вам видео было полезно и интересно, приятно, ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте лайки вот этому прелестному созданию. Да, Фуша скажет, я лайк хочу. Поставьте, пожалуйста. И подпишитесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых роликах. Альфуша, скажи пока-пока. Альфуша, скажи пока-пока. Альфуша, скажи пока-пока.